Вот посмотрите три окна моей квартиры и сверлили прямо вот около кухни. В 12 часов дня Дина Ермакова услышала громкий звук дрели. Ее пожилая мама и двоусыновения на шутку перепугались, говорит женщина. А оказалось, прямо над их окном установили камеру. Более того, рабочие никаких удостоверений и разрешений на эти действия им не предоставили. Стали говорить, ну что вы делаете, покажите бумаги на основании чего вы все это делаете. Это наша частная собственность, мы находимся на территории. Вы в нашу квартиру делаете вообще-то дырку. И на что они вообще нас никак не замечают. Мы там, несмотря на то, что мы достаточно громко им об этом говорим, они нас не замечают совершенно. Как будто мы просто находимся не на территории своей квартиры, а как будто не знаем где. После того, как камеры установили, жильцы вызвали сотрудников полиции. Те взяли у них объяснительную и ушли. Теперь же соседи только разводят руками и не понимают, что им делать дальше. Нам не нужны никакие камеры. Зачем они нам нужны? У нас здесь сегодня пенсионеры живут в подъезде. Нам не нужны камеры. Это бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Будем платить мы. Казанцы узнали, что за этим стоит председатель управляющей компании «Уютный дом». Напомним, что несколько месяцев назад в такой же ситуации оказались и жильцы по улице Ямашево, Чуйково и ряда других улиц Новосавиновского района. А 15 сентября даже состоялся суд. Ответчиком выступала управляющая компания. Тогда дело удалось выиграть частично в пользу жильцов дома номер 49 по улице Чуйково. Пока жителям этого дома в счет фактуру строчку техобслуживания видеонаблюдения не включили. А это значит, что платить за камеры из своего собственного кармана им пока не приходится. Однако, как сказали нам казанцы, они уже наслышаны о беспределах управляющих компаний. И понимают, что эту услугу им навязывают. Именно поэтому за свою свободу они будут бороться и дальше. Александра Волкова, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.